Открытая студия Обозначу самое важное Первое, это контактные данные, как с нами можно связаться Ведь открытая студия выходит в прямом эфире А значит, что у каждого слушателя и зрителя Будет возможность задать нам свой вопрос Прокомментировать тематику самостоятельно Или поделиться своими размышлениями на тематику Которая будет скоро озвучена 99-45-45 номер для звонка в прямой эфир Если у вас нет возможности позвонить Но есть под рукой какой-либо гаджет Или мобильное устройство Вы можете отправить сообщение на один из наших интернет-мессенджеров Телеграм и Вайбер привязаны к номеру Плюс 7-921-708-2006 Начнем мы сегодняшний эфир С неприятной новости, которая Наверняка уже Облетела абсолютно всех и каждого Кто следит за информационным пространством Нашего города и области И тех, кто по кем-либо причинам ее пропустил Инцидент, завершившийся трагичным случаем Произошел 22 марта в Заполярье Туристическая группа из Санкт-Петербурга В которую входило трое взрослых и 13 несовершеннолетних Шла по лыжному маршруту В нескольких километрах от станции Иммандра В Ленингорском районе Они собирались пройти через ручей Манепах Люди попали под снежный завал Девочка 2008 года рождения оказалась под толщей снега Ее откопали, после чего стали проводить Реанимационные мероприятия Но, к сожалению, они не дали положительного результата В результате чего ребенок умер Следователи возбудили уголовное дело И сегодня с нашим гостем Напомню, спасателям первого класса Мы пытаемся ответить на вопрос Какой опасность стоят горы Насколько вообще обоснованно и резонно решение Выходить большими группами В том числе с несовершеннолетними участниками Этих походов в подобные шествия И все сопряженное с этой темой Давайте начнем Для начала хотелось бы разобраться Условно говоря, в их составе Большая часть туристов, как уже было сказано в новости Это дети, но сообщается о том, что у всех был Весьма солидный опыт Это так? Вам известно? Ну да, действительно ужасная трагедия произошла Еще раз бы хотелось выразить Соболезнования родным и близким Дети, да, дети занимались в туристическом клубе То есть, ну, как можно сказать Все относительно Насколько они были подготовлены Относительно, может быть, городского жителя Несомненно, были подготовлены Потому что неоднократно бывали в походах Но, к сожалению, подготовка не заканчивается Только пребыванием в походах и их количеством То есть, нужны те же тренировки По поведению в экстремальных ситуациях, например Насколько они были готовы Ну, я не готов ответить Не могу, вернее Ну, это вы тяжело установите Так, как с ними не знаком Да, но, судя по тому, что они неоднократно бывали В этих походах Более-менее какой-то опыт у них был Это была зарегистрированная группа? Да, эта группа была официально зарегистрирована И информация находилась в Главном управлении По Мормонской области, МЧС Всех удивило, в первую очередь Ну, перед тем, как начали разбираться в этой тематике Как раз именно эта ситуация Конечно, вы абсолютно верно заметили Нельзя утверждать, насколько велика была их подготовка Естественно, относительно среднестатистического жителя Который горы видит на картинках Несмотря на то, что живет рядом с ними Вот взять меня, к примеру Наверняка подготовка была лучше Но сложно понять, были ли они готовы к подобной ситуации И первый вопрос, который возник Они выбрали маршрут, который отличается нестабильной ситуацией Или он просто был тяжелее, чем маршруты предыдущие То есть, дело в том, что выбранный путь был проложен с учетами риска И эти риски оказались слишком велики Ну, да, в любом случае Любой маршрут в горах, он опасен Вот прям любой Абсолютно Нельзя, значит, что это какой-то на карте вот здесь пройти, там легко? Конечно, нет Ну, в любом случае выбирается маршрут, когда старшие группы, когда планируется То есть, они выбирают, они рассчитывают определенные риски Также закладывается вплоть до аварийного выхода группы Пути отхода, выхода Вот, ну, все предугадать невозможно Хотя, как говорится, к этому надо стремиться Тут вопрос не столько, что, ну, что попадешь ты или не попадешь в такую ситуацию А именно, когда ты попадешь, как ты будешь действовать и готов ли ты к ней А, в принципе, за этим люди идут туда в горы Это не прогулки по городу Ну, их тоже нельзя осуждать за это У всех свое хобби И, в принципе, ни они первые, ни они последние ходят Я с вами согласен Многие люди чувствуют, испытывают особое ощущение жизни Если так вот взять это как метафору Когда находятся в каких-то экстремальных условиях В чем мы говорим не только об адреналиновых видах, хобби и спортивных состязаниях Но и что-то, где ситуация складывается таким образом, что ты находишься вдали от цивилизации, от ее благ И чувствуешь единение с этим миром Ну, условно говоря Очень жаль, что ничего сейчас уже нельзя изменить Но хотелось бы, чтобы подобная ситуация никогда не повторялась И немножечко разобраться в причинных и следствиях Насколько мы с вами можем в данном случае не как экспертная комиссия А как два беседующих спикера Человек со стороны, можно сказать, что я представляю те же социальные сети И людей, которые задаются вопросами И человек, который понимает ситуацию изнутри по профилю своей работы Мы слышали, что у спасателей возникли определенные трудности С тем, чтобы добраться к группе на пути Это так? Ну, опять же говорю, все уже в сравнении познается То есть трудности Мы постоянно сталкиваемся с трудностями И для этого есть, чтобы с этими трудностями сталкиваться и их преодолевать То есть легких маршрутов не бывает То есть это не трудности, которые возникли какие-то внезапные То есть это были объективные обстоятельства Не позволявшие, ну, скажем так Мгновенно прибыть на место То есть это действительно и погодные условия И снежный покров очень, скажем так Пухлый и рыхлый на тот момент Что даже не позволяло снегоходной технике продвигаться дальше В какой-то момент снегоходы были оставлены И группы продолжали пешком Ну, если вот хотя бы чуть-чуть кто-то был в горах Или представляет, чтобы понимание было Ночью в кромешной тьме, в горах Идти в узком луче, в луче света фонаря То есть и преодолевая вот этот вот снежный покров Ну, вот можете представить, что это было Конечно, плюс мы говорим о скорости Это же не прогулка В данном случае нужно быстро преодолевать этот маршрут И в данном случае, то есть техника не подвела Дело в том, что погодные условия не позволяли этой техникой пользоваться С вертолётом та же ситуация Ему негде было приземлиться Точнее, не было возможности из-за погодных условий это сделать Ну, по вертолёту вам не скажу точно Потому что, ну, не моя, так сказать, епархия Ну, вертушка была Я знаю, что вертушка была Делала несколько попыток И причина, я думаю, пилотам виднее Ну, понятное дело, что если бы они могли, они бы сделали это Они бы приземлились Это однозначно Скажите, а на сколько далеко их лагерь находился от так называемой цивилизации? Вы знаете, да, на самом деле, вроде как бы и недалеко получается Относительно того, что, бывает, люди забираются совсем в глухие места То есть гораздо дальше уходят И, возможно, у них в планах Вернее, невозможно, а точно в планах у них был маршрут Гораздо глубже уйти в горы То есть вот только на сколько они ушли То есть по городским меркам, скажем так, недалеко Это порядка 10 километров от ближайшей станции Имандра Ну, вот если брать через перевал кратчайший путь Ну, вы же понимаете Но для таких условий, для гор, это очень много В принципе Ну, естественно С маршрут передвижения Там же нет какой-либо трассы Или по проложенной дороге Абсолютная целина Как обычно, насколько долго длятся такие передвижения, такие маршруты Ну, вот туристическая команда, она собирается, уходит Вот вы говорите у них по предположениям Скорее всего, они должны были еще дальше уйти Ну, не по предположениям У них есть нитка маршрута Они зарегистрированы, да У них там все это прописано Потому что, то есть группы абсолютно Ну, то есть от одного-двух дневных походов Люди ходят месяцами То есть автономность Ну, насколько позволяет им их автономность Бывает с так называемой дозаправкой То есть они выходят к населенным пунктам Пополняют запасы И продолжают свой маршрут То есть бывают очень затяжные походы В сообщениях присутствовала фраза о том, что это было обрушение снежного карниза В других сообщениях говорилось о том, что сход лавины Вот как только новость вышла Говорили о сходе лавины Потом обрушение снежного карниза Хотелось бы понять, это разница терминологии Или мы говорим о двух разных процессах Это одно и то же Ну, давайте вот так чуть-чуть в экскурс Чтобы понимать В принципе, наверное, для обывателя разницы нет Я бы так сказал Ну, для тех, кто хочет представлять То есть лавина – это вот значительная снежная масса Которая движется по склону Движется, скользит или даже падает То есть скорость лавины средняя где-то в районе 100 км в час Есть лавины сухие, которые достигают там 400 км в час Представьте, эти сотни тонн снега На немыслимой скорости Вот это лавина, когда мы говорим То есть лавина может разными, ну, быть вызвана моментами То есть, возможно, не будем сейчас все перечислять А снежный карниз – это такое снежное образование На… часто на вершинках Которое в результате воздействия ветра То есть мы еще иногда говорим наддув Надувает карниз То есть такая некая шапка, нависающая над основным склоном Которая может в любой момент обрушиться Обломиться И она сама по себе в любом случае несет опасность То есть и для тех, кто идет под ней И для тех, кто идет по ней Не зная, что они идут по карнизу То есть он может обломиться Вот, также она является как раз вот этим инициатором Схода лавины То есть она, падая, может спровоцировать сход лавины То есть что там сейчас разбираются Да, что произошло конкретно Да, говорят о карнизе Ну, опять же, достаточно бывает именно самого карниза То есть вот этого количества снега Это несколько тонн снега Чтобы… Александр, я, возможно, глупый вопрос задам Но, опять же, я лишний раз извиняюсь Потому что не светочь тематики И вы сможете объяснить, так оно или нет Есть какая-то возможность прогнозировать Вот эти самые исходы Вызванные надулом карниза и так далее То есть или может быть на условных картах Представлены особо опасные очки Где постоянно собираются Ну, конечно, то есть Ну, с точностью никогда ничего стопроцентного не бывает Сами понимаете Но люди опытные как раз тем и отличаются Что они прогнозируют И, ну, по многим, по многим параметрам От визуальных до элементарных Из начальных, перед началом передвижения Есть служба лавинной безопасности Вот она, допустим, в Кировске работает Которая мониторит обстановку Они по многим-многим параметрам Определяют вероятность схода Дают свои прогнозы То есть обязательно старшей группой Или там кто-то должен ознакомливаться С этими, ну, с информацией Которую выдает служба лавинной безопасности Опять же, есть много практических способов определения То есть один из основных принципов передвижения группы туристической По вот таким маршрутам в горах Маршрут должен быть максимально аккуратен и консервативен Консервативен, что мы имеем в виду в этом смысле Что если есть возможность не рисковать Пусть даже это длиннее будет крюк И более, ну, скажем так, безопасным маршрутом пройти Нужно это делать То есть иногда случается такое, да, что, ну, нет возможности обойти И тогда, ну, опытные, скажем так, туристы пользуются многими приемами Которые помогут определить им, лавина опасен ли склон или нет Начиная от определения его, ну, градусности, уклона Потому что есть градация, где максимально большая вероятность схода До прямо практического среза снега Ну, есть несколько способов Там определение кристалликов Там определение подвижности образца взятого, вырезанного То есть, ну, максимально, да, максимально безопасность есть Плюс, опять же, оборудование группы должно быть полностью соответствовать этим походам Вы в начале нашей с вами беседы сказали, что И я с этим тезисом согласен, что в горах нет безопасного маршрута Ну, вот если взять его глобально, потому что любой маршрут, он так или иначе таит за собой какую-то опасность Но я так понимаю, что прогнозирование все-таки дает большую вероятность того, чтобы сохранить и здоровье И с безопасным, максимально, во сколько это возможно, в безопасных условиях Пробраться через проложенные маршруты То есть, вот, лавинная, служба лавинной безопасности, синоптики Вот все это должно быть максимально промониторено И только после того, как опытный инструктор принимает вывод о том, что да, можем рискнуть Или это будет лояльно, мы можем идти, верно? Ну, абсолютно верно Ну, то есть, это, во-первых, делается глобально перед выдвижением на сам маршрут Плюс непосредственно в процессе самого маршрута постоянный мониторинг обстановки То есть, каждую минуту же все меняется То есть, ты сейчас шел здесь, через 10 минут ты действительно можешь идти под каким-то карнизом Или на карнизе То есть, более опытные идут впереди, там, производят разведку Но это туристические такие вещи, которые, в принципе, опытные туристы знают А не опытным я бы прямо и не рекомендовал бы одним ходить в такие походы Ну, и держать в голове, что в любом случае, каков бы ни был опыт От чрезвычайной ситуации не застрахован никто Мы продолжим эту беседу через где-то полторы минуты По завершению рекламного ролика Так что рекомендую не переключать FM-волну и свой телеканал Продолжает говорить и показывать открытая студия Совместный проект Радио Рекорд и телеканала Арктик ТВ С вами все еще я, ее ведущий Николай Дукмас Напомню, в гостях у нас сегодня спасатель первого класса Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра Александр Мандрус В первой половине программы мы обозначили суть нашей сегодняшней встречи О трагической новости от 22 марта О туристической группе из Санкт-Петербурга И ситуации, в которую они попали, которая завершилась Гибелью одного из участников этой группы Это был ребенок 2008 года рождения И присоединяясь к словам Александра в начале программы От лица нашей радиостанции и телеканала Хотелось бы еще раз принести соболезнования родителям, родственникам и друзьям Всех тех, кто оказался в этой ситуации, крепитесь Правда и сила будет на вашей стороне Мы в этом убеждены Но вторую половину программы мы бы хотели посвятить Все же предметному пониманию этой ситуации Того, что произошло, уже никак не обернуть спять Активно ведется следствие Мы по последней информации уже знаем, что следствие продвигается и в нужном направлении Так что оставим выводы на, может быть, следующие эфиры И с другими спикерами и гостями Сегодня с Александром мы хотели бы вернуться к ситуации И мерам, которые необходимо принимать А также направлению поведения Если вы сами оказались примерно в таком же положении Как туристическая команда из Санкт-Петербурга Вообще, вы рассказали о том, что необходимо делать Тем, кто организовывает этот поход Перечислили службы И, в принципе, я прекрасно понимаю, что это исключительно по верхам Опытные туристы Они знают гораздо больше И должны это все от зубов отскакивать Как принято говорить, вся эта информация Но если так случилось, что ты уже оказался под снежным завалом Сколько времени у человека может оставаться на спасение? Ну, опять же, конечно же, все индивидуально Зависит и от человека самого И от лавины И от многих-многих-многих факторов Но есть такая статистика, которую ведут лавинные службы Российская и коллеги из Канады Там вот информация, которая у меня Допустим, чехи делали подобную статистику Вот она действительно страшная Особенно на фоне вот этого Вот этой трагедии, да, о которой мы говорили Тяжело об этом говорить, но надо Потому что люди должны знать, понимать, что это не шуточные вещи То есть вот по этой статистике Если прям так вот округленно взять 20, ну, люди, которые попадают в лавину 25% погибает от травм Вот из погибших, если взять Те, кто попал в лавину и погиб Вот 25% погибает от травм Давление, ну, представляете, я же говорил уже, да То есть на скорости 100 километров Сотни тонн снега в тебя врезается И все это перемалывается, как мясорубки То есть 25% погибает от травм 75% погибают от удушья Вот из этих людей, которые Ну, погибают от удушья в лавинах Тоже статистика такова Да, то есть если человека успевают откопать в течение 15 минут 90% из них остаются живы В течение 25 минут Процент падает уже или поднимается, смотря как До 50, то есть 50% всего шанса И 35 минут и более Свыше 73% летального исхода Вот задумайтесь 35 минут О чем говорит нам эта статистика? Эта статистика говорит, к сожалению, только о том, что Жизнь пострадавших, попавших в лавину Находится в руках Ну, если не их самих, то их товарищей точно по группе Потому что при всем желании Никакой профессиональный спасатель за такой короткий срок Если это не происходит, естественно, у него на глазах На каких-то оборудованных, если взять, горнолыжников склона Никакой спасатель никогда не успеет А время идет То есть фактор времени является определяющим и решающим И поэтому группа максимально должна быть подготовлена В том числе в плане лавинной безопасности Не просто как выживать Развести костер, банку тушенки открыть А именно рассчитывать на такие случаи И они должны уметь пользоваться и оборудованием И знать, что они делают в экстремальной ситуации Как говорят, предупрежден, значит, вооружен Если человек остался в сознании И находится под снежным завалом Что он может предпринять со своей стороны Чтобы облегчить себе задачу То есть вот мы сейчас узнаем Что желательно и рекомендовано делать тем, кто оказался снаружи Ну, если я могу так выразиться А если вот мы говорим о человеке, который сам оказался под снежным завалом И он входит в тот процент, 75%, который выжил И вот у него есть эти 15 минут он в сознании Ну, да, да Ну, тут, понимаете, еще раз говорю То есть здесь страшная ситуация Конечно, конечно То есть мы на спасателей, когда проходим лавинную подготовку Есть такое упражнение Нас закапывают под контролем, закапывают под снег Ну, поверьте мне, это страшное ощущение Даже зная, что вверху стоят твои товарищи Что они тебя страхуют, в любую минуту вытащат Что у тебя даже там с собой рация Тебя кладут в яму и просто начинают засыпать Паника жуткая Представьте, что это случилось с человеком Который никогда этого не испытывал Еще и случайно, ну, то есть неожиданно попал То есть тяжело что-то советовать Ну, есть, конечно, какие-то советы лавинщиков Тех, кто выжил в данных ситуациях Ну, рекомендуется, если сход лавины Вроде как сбрасывать максимально вес Все рюкзаки, все скидывать с себя Срывать Ну, и вообще обычно на переходах по лавиноопасным склонам Там максимально все Лямки рюкзаков расстегиваются С шеи убираются все Чтобы ничего не передавило Да, чтобы все это было постоянно доступ Максимально пытаться оставаться на поверхности Потому что лавина, она такая подвижная Она как вот с чем-то может сравнить что-то среднее Между водой и зыбучими песками То есть пытаться как бы делать Ну, советуют плавательные движения Пытаться оставаться максимально ближе к поверхности Оказавшись там Ну, кричать практически бесполезно Сразу скажу, потому что даже вот находясь на полуметре Там уже практически ничего не слышно То есть только нужно, если ухо к этой точке приложить Ну, не паниковать Классический совет Понятно, насколько это возможно Максимально создать по возможности Если есть, ну, руки, ноги целы Создать какой-то воздушный карман То есть оттолкнуть, трамбовать снег перед лицом Чтобы была возможность дышать Я сейчас много оборудования Такого современного, хорошего Которое действительно многим может спасти жизни Какое-то, ну, дорогое Какое-то не очень Я имею в виду, вот, лавинные рюкзаки Аквалунги всевозможные Но, опять же, тут уже все зависит от людей Здесь мы возвращаемся к тезису, что это очень индивидуально От снаряжения человека Заканчивая его физическими данными Конечно А его товарищи Оказавшиеся вне лавины Что нужно делать им? Ну, товарищи, во-первых Я уже говорил, да То есть в первую очередь Должны быть подготовлены Готовы к этой ситуации И Пойти какие-то Минимальные лавинные курсы Должны понимать Что Что им делать Конечно, несомненно Должен быть старший, который руководит Но в любой момент Командование может Любой из группы на себя принять Поэтому каждый должен Все должны обладать этими навыками Да И абсолютно Должна быть Минимальное снаряжение То, о чем мы говорим То есть это Хотя бы, да Это щупы Они сейчас Разнообразные Весят вообще очень мало То есть это Щупы или зонды, да Как говорят Лавинная лопатка Укороченная Она может становиться Ну, специально облегченный Облегченный вариант Да То есть в отличие от обычной лопаты Ну Вообще идеально было бы Если бы это был Такой лавинный Скажем так Приемопередатчик Ну, бипер мы называем его То есть для поиска пострадавших Вот если вот это все наличествует И еще плюс у человека Есть какой-то опыт То есть До 15 минут Человека откопать В принципе это реально Если все это оборудование имеется И включен передатчик у пострадавшего И умеют с ним работать Аварийная группа И щупы, и лопаты И все это быстро То есть вот в этих случаях Шансы в разы повышаются Еще раз говорю Потому что решающим фактором Это время Скажите, пожалуйста По своему опыту Вы можете вспомнить И назвать Какими правилами Чаще всего пренебрегают туристы Которые оказываются В такой ситуации Ну, я от себя предположу Что одна из ошибок Это отсутствие необходимого оборудования Которое нужно брать с собой Ну, абсолютно верно Вот, то есть Неподготовленность в плане То есть они абсолютно Идут заряженные по одежде По питанию По еще каким-то там вещам Но абсолютно пренебрегая Лавиной безопасностью И другими вот этими Экстремальными ситуациями Которые могут произойти Не берут с собой элементарное Какое-то необходимое Минимальное оборудование Опять же Ну, отсутствие опыта Возможно, бывает У старшего группы Потому что от старшего Очень много зависит Или этот опыт есть Вы же знаете Есть такое мнение И оно действительно К сожалению Подтверждается практикой Что вот Горы ошибок не прощают И в горах Вот Часто гибнут Либо очень опытные Либо начинающие То есть Либо те, кто вообще Пренебрегает правилами То есть Или не знает о них То есть вот Совсем начинающие Туристы Либо слишком самоуверенные И уже много-много Прошедшие А я здесь уже был Это уже было со мной Да, этот карниз не сойдет Шапка не сойдет Или еще что-то В таком духе То есть Без всякой привязки Вот к этой ситуации Я им вообще говорю о том Что Пренебрежение мерами безопасности К сожалению Приводит к трагедии А часто группы Совершают передвижение Не зарегистрируя Свою Не зарегистрируя Себя Ну, вы знаете Я не могу сказать Опять же Часто-нечасто Я скажу Очень-очень много Регистрируется Сейчас вышел же закон Что группа Особенно с детьми Они обязаны регистрироваться Поэтому сейчас Очень большое количество Людей зарегистрированы А просто Про те, кто не зарегистрирован Мы о них и не знаем Только когда они в беду попадают Да, бывает Случается Что мы едем Спасать людей И потом выясняют Что они не были зарегистрированы К сожалению Это опять же То же время Увеличивает Потому что Мы не знаем Ни маршрута Ни точек И приходится Это все с листа Пытаться выяснить И зачастую По обрывающейся связи Или практически никакой В общем Вывод мы можем сделать такой Можно Очень много Возлагать Надежд И Заставить поверить И себя И если ты старше Свою группу Что если что-то вдруг случится За нами постоянно наблюдает Всегда придет Спасательная команда Она действительно Пребудет на место Но На время И ваша отдаленность Сыграет ключевую роль И самое главное Что необходимо Помнить Это то Что в горах Все зависит Непосредственно От вас Конкретно Самих От вашей подготовки От вашего снаряжения От вашего Я так полагаю Понимания ситуации Уровень ответственности Тоже имеет Огромную роль Не рисковать И быть готовыми К тому Что Что только От ваших Собственных Умений И знаний Будет зависеть Жизнь Вас И Ваших Подопечных Ну что ж Искренне надеемся Что Эти правила Этими правилами Более никто Не будет пренебрегать И В ближайшее время И вообще Никогда Нас Не будут Более Встречать Такие Трагичные Новости Которые Прокатились За завершение Первого месяца Весны Спасибо огромное Что прибыли К нам Сегодня В гости И Подробно Поделились Той информация Которая Нам Была Интересна Всего Вам Доброго Спасибо Всего Доброго